Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из Первого Соборного Послания Святого Апостола Иоанна Богослова, глава 1 стихи с 8 до конца главы, и глава 2, первые 6 стихов. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то имеем мы ходатая пред Отцем Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдают, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась, и сего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами обращаем свой взор на первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. И, конечно же, мы, когда читаем апостольские послания, мы замечаем с вами, я надеюсь, вам это заметно, и что вы не только в рамках нашей передачи открываете для себя апостольские тексты, но и в своем домашнем духовном чтении прибегаете к чтению святого апостола. Это очень важно, очень назидательно, и очень важно для нашего общего духовного развития и роста. Соответственно, язык апостола Иоанна, он очень отличается от апостола Петра, от апостола Павла. И у него есть своя особенность на самом деле. И сейчас я вам ее покажу. Дело в том, что мы на примере посланий, соборных посланий апостола Иоанна Богослова, можем с вами увидеть особенности еврейской поэзии, потому что мы с вами наследники римской культуры, эллинской культуры, культуры логики Аристотеля, философии Платона, потому что и логика Аристотеля, и философия Платона, они легли таким инструментом техническим в богословие. Философия была служанкой богословия, вот эти инструменты, они легли в основу христианского богословия. И, соответственно, в принципы понимания текстов мы с вами воспитываем. Об этом, кстати говоря, если интересно, вы можете почитать у одного византолога, известного культуролога Сергея Сергеевича Аверинцева. У него есть религия, литература такой труд. Там вот об этом вы можете почитать очень красноречивый доход, чего он пишет. О разнице подхода к смыслам, к текстам, к расположению смысла в тексте даже. Соответственно, мы с вами по наследию греки, потому что язык наш формировался на основе греческой грамматики, то есть очень много чего к нам пришло. Много чего не пришло, но в этом смысле мы греки. Потому что эллинская культура на нас сильно повлияла, на образ нашего мышления. И как мы видим текст? У нас трехчастная, трехступенчатая структура текста. Начало, введение, кулиминация и катарсис, разрешение, вывод. И мы всегда вывод ищем в конце. То есть вот у нас есть вот такая позиция. Но послание, соборное послание апостола Иоанна Богослова – это пример как раз-таки семитской поэзии. А она была построена по принципу параллелизма. Это когда две, допустим, ну самый простой пример, две строчки, одна другой параллельна по смыслу. А есть еще такое понятие, как хиазм. Это когда смысл текста находится не в конце, как мы привыкли, будучи греками, а в середине текста. То есть, допустим, представим текст тоже трехчастной структурой. Грек, то есть один, два, три. Грек будет искать смысл в циферке три, а семит будет искать смысл в циферке два. Особенность хиазма в том, что циферки один и три по смыслу будут параллельны. И как бы такой концентрический круг будет сходиться в единую точку в циферку два. Как это понять на тексте? Давайте посмотрим. У нас есть стих 8, 9 и 10 первой главы. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Вот, это первая идея. В чем? В том, что мы не имеем греха. Мы так себе говорим, да? И это неправильно. Десятый стих, да, то есть перескакиваем. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. В нас нет Бога, значит, мы тоже, если мы говорим, что мы не согрешили. Восьмой и десятый тексты, стихи, они параллельны друг другу по смыслу. А вывод и главный смысл находятся в 9 стихе, который говорит нам. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вот. Мы видим классический пример хиазма здесь. И главный смысл для нас находится в 9 стихе. Так, подходя к чтению текста, мы можем еще более глубоко его понять. Далее посмотрим, что у нас во второй главе. Дети Моисея, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа, праведника. То, о чем как раз таки апостол Павел говорит, что Христос, предтечию за нас, вошел во святое святых и своею кровью укропел престол Божий, искупая нас из вот этого рабства греху и смерти. Через Христа мы имеем прощение, умилостивление за грехи наши, и не только за наши грехи всего мира. То есть Христос спаситель мира, вся полнота, универсализм спасительной вести Христовой на самом деле. И далее тоже, здесь у нас тоже есть вот этот хиазм. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Да, это третий стих. Смотрите, шестой стих. Заметьте, идея третьего стиха какова? Мы познали его. Как мы это узнаем, что мы познали его? Что соблюдаем его заповеди. Шестой стих. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. То есть следовать за ним. Далее, потихонечку мы сужаемся к центру. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдают, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истина, любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Вот. Смысл для нас находится здесь в четвертом, пятом стихе. Они потихонечку, но здесь как бы такой пример и параллелизма, и хиазма в совокупности. Вот мы с вами, дорогие братья и сестры, познали чуть-чуть немножечко особенности семитско-еврейской поэзии и познали, так сказать, свою греческую сущность на самом деле. Именно на примере священного писания. Поэтому теперь, вооружившись данным знанием, вы можете почитать об этом. Во-первых, есть книги на эту тему написаны. И, конечно же, читая слово Божие, теперь вы можете лучше в этом разобраться. Многие тексты Ветхого Завета тоже написаны по принципу вот этого хиазма, тот же 50-й Псалом. Так что исследуйте, читайте, познавайте и глубже познавайте священное писание. И помните о том, что нас сегодня назидает церковь словами «Христос в нас», когда мы исполняем заповеди Его, когда мы следуем за Ним. Вот, поэтому вера без дел мертва, это действительно, как говорит апостол Иаков, поэтому дела веры — это исполнение заповедей. Будем это совершать. В страхе Божьем будем совершать дело наше спасение, будем идти твердой поступью под водительством церкви, церковного предания, церковного опыта, освящаемые благодатью Христовой через таинство церкви. Поэтому будем молиться и помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем священное писание, Бог с его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч!